Музыка Всем привет! Сегодня пойдет речь о вирусах и как от них избавиться. На самом деле это сделать не так сложно, как кажется. Не обязательно тратить большие деньги на специалистов. Нужно всего лишь выбрать хорошую антивирусную программу. Сегодня я расскажу об одной замечательной утилите, которая называется Dr.WebCurate. И расскажу о том, как настроить ее и использовать. Эта программа не требует установки, но у нее есть один нюанс. Если вы захотите полечить компьютер еще раз через некоторое время, вам нужно будет скачивать ее еще раз. Это нужно сделать для того, чтобы получить обновленную базу вирусов. Сама по себе она не обновляется. Например, как о вас в Security. О ней я расскажу в следующем видео. Теперь перейдем к скачиванию утилиты. Вы можете перейти по ссылке, которую я укажу под видео. Вот по этой вот ссылочке. Либо прописать в поисковой строке Dr.WebCurate скачать бесплатно. Скачать бесплатно. Этот сайт находится первым в поисковом запросе. Нажимаем на него. И переходим на ту же самую страницу, которую я укажу под видео. Здесь вставите галочки. Я согласен отправлять статистику о ходе сканирования. И я согласен с условиями лицензионного соглашения. Если вы хоть вот эту вот калочку снимете, допустим, что вы не хотите отправлять статистику, тогда версия будет платной. И нажимаете скачать. Я скачивать не буду, я уже скачала. Хочу заметить, что файл довольно-таки тяжелый. И у меня он скачивался, ну, не за одну минуту, скажем так, несколько минут я бы на это потратила. Захожу в загрузки к себе. Вот он, зеленый паук. Нажимаю запустить. Долго запускается. Для того, чтобы продолжить, нужно нажать галочку «Я согласен принять участие в программе улучшения качества программного обеспечения». Я поставила галочку, нажимаю «Продолжить». Вот здесь, казалось бы, все. Нажимаем «Начать проверку» и проверяем свой компьютер. Но есть некоторые нюансы, которые, если мы упустим, проверка будет недостаточно качественной. Заходим в правом верхнем углу этой утилитии. Параметры проверки. Выбираем «Настройки». И здесь есть несколько вкладочек, по которым нам нужно пройтись. «Звуковое сопровождение событий». Ставим. Для того, чтобы знать о том, что сканирование закончилось. Автоматически применять действия к угрозам. Тоже ставим. Выключать компьютер после завершения проверки. Это уже на ваше усмотрение. Я не люблю, когда без моего разрешения компьютер выключается. Поэтому я не ставлю. И запрещать приложение низкоуровневую запись на жесткий диск. Галочка «Защищать работу доктора Курит» уже стоит. После этого переходим на другую закладочку «Действия». Здесь доктор Курит нам рассказывает, что он будет делать с теми файлами, которые заражены или больны, или очень подозрительны. «Инфицированные лечить» рекомендуется. Я с ним соглашаюсь, что сразу удалять не хочется. «Неизлечимые». «Перемещать в карантин» рекомендуется. Я с этим не соглашусь, потому что неизлечимые, и если их нельзя излечить, то они мне в принципе уже не нужны. Поэтому я выбираю «Удалять». Также «Подозрительные». «Перемещать в карантин», потому что вдруг они подозрительны только для этой утилиты, а для меня они вполне нормальные. И тогда, чтобы их спасти, лучше переместить в карантин. «Рекламные программы» удаляем, «Программы дозвона» удаляем, «Программы шутки» удаляем. Все остальные потенциально опасные, контейнеры, архивы и программы взлома перемещают в карантин. «Программы взлома», ну потому что на ключи, на кряки антивирус всегда реагирует, как будто это вирус. Но кряки они нужны для того, чтобы какая-нибудь хорошая программа работала, платная хорошая программа работала как бесплатная. Ну вы меня поняли. Переходим на «Исключения». А, и вот хочу еще заметить на «Действиях». Тут тоже выбираем галочку «Предлагать перезагрузку» или «Перезагружать компьютер автоматически». Я опять выбираю «Предлагать перезагрузку». На вкладочке «Исключения» обязательно ставим галочку напротив «Архивы», потому что архивы не проверяются при сканировании, а это большое упущение, ведь очень легко из интернета скачать какую-нибудь гадость. Ну вот, в принципе, и все. В настройках в этих. Еще раз проверяем. Все в порядке. Нажимаем «Ок». После этого, когда мы нажимаем большую кнопку «Начать проверку», наша хорошая утилита начинает сканировать полностью весь компьютер. Диск за диском, файл за файлом, папку за папкой. Не всегда это нужно. Для того, чтобы можно было выбрать, что именно вы хотите просканировать, тут ниже есть строка «Выбрать объекты для проверки». Нажимаем на нее и заходим в выборочную проверку. Ну, во-первых, конечно, выбираем объекты проверки. Загрузочный сектор, оперативная память, корневой каталог – это все нужно, потому что чаще всего нагрузка идет именно на эти файлы. Если вы хотите еще дополнительно добавить какие-либо диски, выбирайте «Селкните» для выбора файлов и папок. Ну, диск «С» я выбираю всегда, потому что это основной диск, отвечающий за работу моего компьютера. Но это у меня, и по умолчанию чаще всего это у большинства пользователей компьютера. Если у вас есть еще какие-то диски, которые вы хотите просканировать, ставите также напротив них калочку и нажимаете «Ок». Они сюда добавляются. Как видите, здесь строки можно удалить, если вы передумали. После этого нажимаете «Запустить проверку». Я запускать не буду, это длительный процесс, показывать вам это не буду. После этого, когда проверка прошла, и если у вас обнаружились какие-то подозрительные файлы, которые были помещены в карантин, найти эти файлы вы сможете здесь. Зайти опять в «Параметры проверки». «Менеджер карантин». И вот здесь в этом менеджере будут файлики. Разные папочки, может быть, какие-то картинки. Ну, что вы. Вы можете выбрать нажатием вот сюда вот галочкой, квадратик. Это выделится все объекты. Либо каждый файл в отдельности. И после того, как вы его выделяете, вы выбираете, что вы хотите к нему применить. Либо удалить, либо восстановить. И после этого нажимаете «Ок». Ну вот, в общем-то и все. Обзор утилиты на этом закончен. Теперь вы всегда сможете при любой подозрительной активности в вашем компьютере запустить ее и наслаждаться тем, как она будет расправляться со злостными вирусами. Желаю стабильной работы компьютера. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!